Питерские контрабандистки. Примечание. Рассказ написан в 1898 году, печатается по изданию амфитеатров «Бабы и дамы. Между сословные пары». Санкт-Петербург, 1911 год. Расплюев, герой драматической трилогии «Сухово Кобылина. Свадьба Кричинского. Дело. Смерть Тарелкина. 1855-1869 годы». Из всех городов Российской империи Петербург – наиусерднейший по торгу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской империи Петербург – наиуспешнейший по контрабанде парижскими и вообще европейскими модами. Петербургские магазины завалены товаром парижских модных мастерских, никогда не виданным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков. Хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь ни в выдолбленных осях экипажей, ни под шинами колес, ни в двудонных сундуках и двубоких чемоданах, вообще без всяких плутовских ухищрений старого чичковского времени. Нет, его не прятали, везли в открытую, без всякой опаски, даже представляли на таможенный досмотр. Кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду? Нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой и хорошенькой русской дамы из более чем порядочного общества. В последнюю свою поездку за границу, смеясь, говорила она, я вела себя немножко неумно и стратила гору денег, накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии. А все главное и необходимо нужное, оставляла купить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась, заглянула в Монте-Карло и комментарии излишни. В Париже, как водится, влюбилась в магазины, увлеклась, носили ко мне пакеты, носили, платила я по счетам, платила. В один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что взорвалась. Кредит в банке истощен, в номере у меня целый монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане сто двадцать франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно пред ним совестно. Мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень не блестящие, у кого, впрочем, они хороши. Денег мне муж и без того уже выслал чересчур щедро, гораздо больше, чем я имела право тратить. В последней телеграмме просил быть экономною, покупать осторожно. Нет, как не повернуть дело, нельзя беспокоить мужа позор и стыд. Думаю про себя. Не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей? Нет, как нарочно ни души. Конец сезона все разъехались, такое отчаяние. И вдруг, нечаянно, негаданно, спасена. Прямо с неба слетел ангел-избавитель, и все устроилось в двадцать четыре часа. Угадайте, как? Вероятно, вы продали часть вещей. Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была. Заложили свои украшения. Кредитовались в отеле. Как можно? Что вы? С моим-то положением, с моей фамилией. Тогда, простите, отказываюсь понимать. И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама. А между тем, ларчик открывается очень просто. И все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии его образить. Мы, бедные, грешные русские дамы, способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки горничной или модистки. Вот и разговаривалась я однажды с прелестной барышней, которую один крупный магазин прислал ко мне как примерщицу, а в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает. Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического. Ах, вы не знаете моего мужа. Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежье. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами. Здесь, в Париже. Я, мадемуазель, бог с вами. Я выросла баловницей, я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег. Мадам, неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело. Тут у меня явилось сомнение. Женщина я молодая, с собой, говорят, не дурна. Путешествую одна, без компаньонки. Не принимает ли меня эта госпожа-заискательницу приключений? Не собирается ли предложить мне... Вы понимаете? О, очень понимаю. Но нет, не то. При одном намеке на мои сомнения она так и вскипела, за кого мадам меня считает. Разве неизвестно, какой фирмой я представительница? Разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобное предложение? Даже отпаивать водой ее пришлось извиняться потом, так расходилась. Ну, а как и чем она меня спасет? Все-таки не сказала. Положитесь, говорит, на меня. Вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного. Просто, можно сказать, ничего от вас не потребуют. Совсем ничего, совсем. За ничего, Люси, денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства. Никогда, уверяю вас, не вас обяжут. Вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии, шутя, оказать. Отвечаю, не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше, с тем более легкой совестью я займу деньги. На завтра утром подают мне карточку какой-то мадам Дюран. Имя ровно ничего не говорит. Во Франции Дюранов и Ламбертов чуть не больше, чем у нас Ивановых. Принимаю. Входит дама лет сорока пяти, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно. Заметно, что туалет стоит больших денег. Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении, не позволите ли мне вам помочь? Сколько вам надо? Думаю, что обойдусь двумя тысячами франков. Пожалуйста, не стесняйтесь, если надо больше. Нет, я разочла, что обойдусь. Прекрасно, я могу судить вам эту сумму. А условия? Мадам Дюран пожала плечами. Какие же условия между двумя порядочными женщинами? Я не проценщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг, вот и все. Прямо благодетельная фея какая-то. А вот продолжает об одолжении небольшом. Я буду просить вас очень усердно. Все, что могу. Вы так меня выручили, я не знаю, как вас благодарить. Дело пустое. Я только попрошу вас взять с собою в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург. С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части, а то с полицией выйдут хлопоты и, главное, я боюсь покойников, смеется. О, нет, я только хочу просить вас передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге, у нее большая модная мастерская, и вот теперь она выдает дочь замуж. Это свадебные дары. Прекрасно, большой ящик, довольно большой, но багажный по тарифу я, конечно, беру на свой счет. Да я не к тому, а, может быть, вы посылаете много вещей, тем более если к свадьбе, то, значит, дорогие. Да, есть ценности. В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи. Мало ли что может случиться в пути, и какие потом возникнут недоразумения. Конечно, вы правы и благоразумны. Очень хорошо будет сделана опись. А кому я должна отдать ящик в Петербурге? О, не беспокойтесь об этом. К вам явится мой брат или племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня. Тогда все в порядке. Привозите ваши сокровища. Привезла сундук. Действительно, целая башня. Как открыли мы его, я так и ахнула. Глаза разбежались. Вещи ослепительные. И чего-чего там только не было. С ума можно сойти. Такие прелести. Никогда ничего не видела богаче и лучше. Пахла я над сундуком. Повздыхала. Приступили к делу. Отсчитала мадам Дюрал. Мне две тысячи франков. Взяла с меня расписку в них. Под описью сундука мы обе вместе тоже подписались. Откланивается. А меня любопытство мучит. Простите, но я страшно заинтригована. Что побуждает вас? Кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях. Да еще доверять мне этот ценный сундук. Ведь в нем по меньшей мере тысяч на сорок франков дорогого товара. Мадам Дюрал на это в ответ спрашивает меня с искренностью. Ведь вы действительно госпожа Энн. Самолично. Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост? Да. В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом. Ваша правда. И пограничная таможня не осматривала ваших сундуков? Нет, осматривала. Но очень поверхностно. Только поотпирали замки, да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают. О, конечно. Вот видите ли, нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что если среди ваших вещей, то его осматривать не станут. И, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины. А пошлину им бы пришлось заплатить в размере гораздо большим двух тысяч франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться. В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз по типу порядочный из очень хорошего торгового дома. Он рекомендовался мне племянника мадам Дюран, показал доверенность от нее и принял сундук по описи. Больше я его не видала. Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне. То на одной нашей мадам, то на другой, спрашиваю Лили Беззубову, где вы купили этот балансион? В Париже, конечно, здесь у нас нельзя найти такого. Нет, представьте, именно здесь, в Петербурге, называет адрес и шепчет. Только не выдавать, это я вам по дружбе, мне самой продали под страшным секретом, говорят, что контрабанда. А я отлично узнаю, что это тот самый, который по поручению мадам Дюран приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно. Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки. И так меня мучила эта мысль. Ах, что если узнают? Ах, что тогда со мной сделают, что я не выдержала? Во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бронил меня, клялся, что сам собственноручно напишет письмо главному таможенному начальнику, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже. Напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустят меня одну за границу. Сижу и плачу. Приезжает мой друг, Фовчка Лейст. Вы ее знаете. Что с вами? У меня от нее тайн нет, рассказала. Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала Картаве, милая, какое вы еще дитя. Да, дитя, и вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену. Все мужья делают сцены. Сцены с ценам рознь. Если сцены из пустяков, и я права, пусть, это даже приятно, но когда сознаешь себя виноватую? А зачем же вы сознаете себя виноватую? Вы не сознаваете, это не надо. Как не надо? Говорю вам, муж совершенно прав. О, нет. Муж никогда не может и не должен быть совершенно правым. Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду. Фофочка опять, дитя, нет, вы дитя. Я рассердилась, наконец, дитя, дитя, легко говорить дитя. А посмотрела бы я вас на этом месте, дитя, дитя. А почему я дитя? А Фофочка, ничуть не смущаясь, потому что с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало. Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах. Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга в огромном доме на четвертом этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя в одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь двух сажениях по гипотенузе имел перед собой ближайшее окно другого катета и часто волею и неволею становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу, зато дам множество и к узумлению моему часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые. Проносились бледные профили тех львиц, которых листок и газета поминают оазар, описывая балы, концерты, рауты. Бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки. Грешный человек сперва я думал, что предо мною тайная квартира для свиданий. Ну, во-первых, повторяю, за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры. Во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры супругу моего соседа и приятеля, даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены Цезаря, не должно было и не могло касаться подозрения. Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице. Подъезд у нас был общий, говорю. А я вас видел на днях. Вот где и вот как. Милая дама залилась румянцем. Да как расхохочется. Да ну что вы! Вот так попалась я. Вы смотрите, мужу не расскажите. Он мне задаст. Вот как. Однако, ой-ой, Анфиса Гавриловна, что-то неладно. Что уж хорошего вздыхает она. Но знаете, баба я слабая. Соблазн так силен. Согрешила на старости лет окаянная. Анфиса Гавриловна. Да полно вам. Не то, что вы думаете. И вообще ничего особенного. А только ваши братья и мужчины не очень-то долюбливают хозяйку этой квартиры. За что? Говорят, будто много мы бабы ей денег носим. Я смиренно повторил. За что? А уж это не ваше дело. Много будете знать. Скоро состаритесь. В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору. Как зван был завтракать. Хозяина еще нет дома. Не приходил со службы. Хозяйка встретила меня, какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас, сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Но вот в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось, и сию же минуту мимо меня во весь дух опрометью бурею помчалась по направлению кухни на черный ход с узлом под мышкою хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля, проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно лицо мое. Никого видом не видал, слыхом не слыхал. Жена моего приятеля хорошая, дама совестливая. Не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мною общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого. Поверьте мне, эта дама очень милая, она не занимается ничем дурным, но я не смею принимать ее явно, потому что Петр ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят. Но кто же она, наконец? Фамилии не знаю, никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии. Батюшки, да это расплюев какой-то в юбке. Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что я без фамилии, у меня нет фамилии. Да нет же, какой расплюев. Очень скромная, честная. Ну, ее все знают. Вероятно, приходилось слыхать, это Дина, контрабандистка. Ах, вот в чем дело, слыхал, слыхал. Своего рода знаменитость. Что делать, мой добрый друг? Трагикомически вздохнула собеседница. Мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина, благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты, как чумички. Но в таком случае, за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить. Адрес бы ей благодарственный, что ли? И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг на что добрый мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушайте его, так и краденая-то она нам продает, и записки-то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину-то нас когда-нибудь запутает, и шантажа-то мы не оберемся. Я не знаю, ваша единая, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, личность действительно темная, и большого доверия не заслуживает. Ах, боже мой, как будто я рада знать ее. Я была бы очень счастлива никогда не видеть ее, не пускать к себе на порог, и позабыть об ее существовании. Пусть мой Петенька отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты, и я изменяю Дине навеки. Все буду закупать в магазинах, но ведь ему это не под силу. Тогда о чем же и толковать? У Дины я имею за тридцать, за сорок рублей вещи, за которые в гостином надо платить сто полтораста, а уж про морскую я не решаюсь и мечтать. А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет это немножко чересчур широкая роскошь при пятитысячном годовом доходе. «Очень нахожу», — серьезно возразила она. «Ну что же делать? Моды растут в цене с года в год, а Петербург точно с ума сошел. С года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем, я вам сказала, трудно одеться. Не только хорошо. Где уж нам, ну просто хоть сколько-нибудь прилично по нынешним диким требованиям. А то хоть не выезжай вовсе, сиди дома. Хуже других — не радость быть. Да и супруг первый же начнет воркотню. Что это ты, матушка? На что похоже? Всякую женственность утратила, даже собою заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна Нонна Сергеевна словно картинки, а ты рядом с ними, да потопная какая-то, точно горничная в старом платье, подаренном барынею. Еще люди дурно подумают, станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты. Так вот, и понимаете, надо, чтобы и одета была по последней картинке, и чтобы за грош пятаков наменять. Голь на выдумке хитра, умудряемся кое-как при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский мефистофель какой-то. И уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата, и каких подумать страшно. Неужели даже до бокса пошутил я, все держа в памяти, без фамильного, как Дина, Ивана Антоновича Расплюева, но дама пресерьезно мне возразила. А вы думаете, нет? Очень просто. Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной-контрабандисткую и вместе с тем убедил меня, что действительно нелегка ее жизнь от нашего брата-мужчины. Как-то раз поздно ночью, возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фигуру, не то больная, не то очень пьяная, судя по поступи с наклоном не в правую-левую, а все вперед к земле, скорее больная. Я прибавил шагу и догнал. Дина-контрабандистка. Но в каком виде? Волосы сбились на лоб, лицо при свете фонаря белое, как плат, щека вздутая под глазами, ни то синяк, ни то царапина, именно уж расплюев в юбке последней трепки. Виноват, решился я сам заговорить с нею, вы, кажется, нездоровы, не помочь ли вам? А она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головою и зашептала, «Ах, пожалуйста, будьте так добры, мне очень трудно идти». Я упала, разбилась. Дворника звонить не хочется. Люди грубые, я в таком безобразии. Бог знает, что могут подумать. Я помог Дине подняться на лестницу в четвертый этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку. На звонок наш выбежали Динины барышни, и увидав хозяйку дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, виск, охи, ахи. Дина же едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взывала источным голосом. «Динку били! Ой-ой-ой, Динку били! Ой, как били!» воскликнула она, не стесняясь моим присутствием, и, по-видимому, даже позабыв, что я, чужой человек, стою в дверях. Стоны рыдания барышень удвоились. Я поторопился уйти, и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору. «Зайдите в квартиру номер одиннадцать. Там хозяйка больна». Он засмеялся. «Опять избили, небось? А разве уже бывало?» «Это на моей практике уже в четвертый раз. Так что вы, в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побойным врачом». «Да, что-то вроде этого». В ней пять спустя Дина явилась благодарить меня, она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрой. Разговорились. Дина оказалась крещеную еврейкою, но столь удивительно обрусевшую, что если бы не восточный облик, то не догадаться об ее семитическом происхождении. Так чист был ее акцент, так истинно русские обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности. Глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком, податливом характере. С молоду, должно быть, была совсем красавица. История ее увечий оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в Штоссе и Макао, застал Дину с товаром у своей содержанки. «Черт его нанес! Мы думали, он в театре, откуда в клуб поедет, а он тут как тут, словно домовой или зловредный привидений». Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры. «Позвольте, — говорит Дина, — что же вы мне кулаки под нос суете? Я сама уйду, только дайте мне собрать мои вещи». «Нет тут никаких твоих вещей, а это вот, мое благоприобретенное, а если берете, то заплатите деньги. Вон, как вон, мой товар, мои деньги». «Твой товар? Товар твой? А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром, там посмотрят, какой у тебя товар». «Помилуйте, — возражает Дина, — как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне Ни в первый раз. Достаточно она переносила моих вещей». А она, клиентка-то моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась. И, покрасневший, говорит, «Нет уж, пожалуйста, это зачем же? Вы на меня сделаете одолжение, ничего не взводите, никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала и в глаза не знаю, не видала. Кто вы такая, ведать не ведаю?» «Позвольте, — говорю, сударня милая, коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом объясните? Очутилась я у вас в ночное время на квартире, а это вас спросить надо». «А горничная ейная? Красивая такая здоровая девка шельма на вид. Сразу понимай, из той же компании, тем временем мимо нас шнырит да шнырит. Я гляжу, чего она шнырит. Глядь, а узла-то моего уже нет. Мигнуть не успела, как она горничная, то есть его в спальню спроворила. Тут я поняла, угодники у них подстроено, сговорились подлецы все трое меня в ловушку поймать. Попала я на добрых плутов. Ну, дело бывалое, стало быть, пропадай все, унести бы только ноги. А тот, зная, орет, «Вон, вон, вон!» «Да иду, батюшка, иду!» «Что вы надсаждаетесь?» «Сама минуты не останусь в вашем вертепе. Вон, в полицию!» И, между прочим, обращается к горничной к шельме своей Маша. «Идите за дворником!» Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось. «Как? Меня же обдули, как липку! Да меня же к дворникам лапы! Нечего, говорю, меня дворниками пугать. Сама ушла? Не впервой грабеж-то терпеть? Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики, говорю. Воры, мазура несчастная, говорю». Сама, как услыхала мою аттестацию, взвизгнула, да в обморок на диван горничная. Ученая каналья из спальни выбегает, кричит. «Ах, какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить. Я свидетельница». Но барину, как он не люд, в участок везти меня неохота. Мы, говорит, и без участка обойдемся своим судом. Маша, приведите барыню в чувство, стакан холодной воды барыня, «А эту голубушку я провожу по-свойски». Да кулачищем меня в подглазье. Раз, два, три. Кулачищем огромнейший. Пудовик. Света не взвидела. Слышу, повернул, в шею толкая через все комнаты злодей, а плечи ухватил, сзаду одной рукой ведет, а другую кулачищем по затылку наяривает. Довел до черной лестницы. Да как вдарит, так я с поворота на поворот, из этажа в этаж, до самого двора докувыркалась. — Черт знает, что такое, — возмутился я. — Жаловались вы на этого господина? Дина потупилась. — Нет, как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция, мне, знаете, оно дело неподходящее. Да. И еще от прежних покупок за ней должишка был рублей до двухсот. Теперь, конечно, тоже, пиши, пропало. — Разве у вас нет на нее документа? — Нет. — Как же вы так? Дина улыбнулась. — А на что документ? — Что он мне поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто, а мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет, которое дама доверие к себе внушает. Зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется без документа, и прибавит еще, хорошее вознаграждение подарит за долгое подождание. А у которой характер подлый, обманный, и никакой совести в ней нет, то я и с документом ничего не поверю, потому что много ли я остаюсь при всем моем документе? — Галантированная. Которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, которая под чужой фамилией живет, да которой, ежели долг по закону получать, то и рукой ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжалой сама лучше. Какой она хочет документ рада выдать? Только отвяжись, не губи, не стращай. Была у меня одна. Муж, видно, и место имеет. Задолжала она мне до двух тысяч рублей. Намекаю, Анна Прохорна, нельзя ли получить деньжонок? Ах, Дина, я без гроша. Да разве ты мне не веришь? Беспокоишься, ты не бойся. Ну, хочешь, я тебе вексель выдам. Была дура, согласилась. Пожалуйте хоть вексель. Проходит срок, не платит. Переписали. Опять не платит. Опять переписали. И так-то раз пять или шесть. А мне не векселя нужны. У самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась. Да кое-кому нужно было сунуть барашка в бумажки, колеса смазать. Говорю, как, Анна Прохорна, хотите, пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда пойду. Принялась она меня тут тоже срамить, ругать. И воровка-то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму-то меня, и в себе. Однако я выдержала характер, настояла на своем, уж не знаю, из каких сумм доходов она извернулась, но заплатила. А дни этак шесть-семь спустя сбегает ко мне знакомый сыщик. Динка, говорит, ты того! Остерегайся! Коль что плохо лежит, припрячь. На тебя, ух, какой доносище был! И велено за тобою следить в оба. В большое тебя подозрение одна барыня поставила. Кто такая, голубчик? Разузнай, хорошо заплачу. Такая-то! Смекаю. Анны Прохоровны, этой самой троюродной сестра. Он-оно, откуда ветер-то дует? Нет уж. Ну и к дьяволу, докуменщица этих. Тогда на две тысячи векселишка заплатила, да и то бумажонками какими-то завалящими, рублей полтораст потеряла я на одном промене, а торговля испортила на десять тысяч. Мудреная у вас коммерция, Дина. Что ж, какое кому дело дано, что кто умеет оправдать? И часто вас надувают в платежах таким образом. Да считайте, что из десяти клиентов три не платят. Однако и все-таки выгодно торговать. Дина уклончиво улыбнулась, живу. Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленностей в Петербурге? Да есть, порядочно много. Эльза Чухонко, Берта Егорна, мадам Юдив, Ольга Кривая. И все имеют свою булку с маслом? Не жалуются. Я-то, конечно, не читаю им. В первый номер иду. В большие дома, в хожи, репутацию имею. Ну, а некоторые, вот мадам Юдив, например, даже больше меня зарабатывают. Ну, только это потому, что их коммерция нечистая, приторговывают. То есть, мой товар модный и галантерейный. А они и от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдив там прямо эту специальность имеет. Конечно, дело выгодно, как не выгодно. Но это кому в охоту и совести, если нет. Я вот не могу. Доходно. А руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли. А совести, кому она от рождения дана, не изживешь. Вон, Ольга кривая и краденая покупает, с воришками, знаете, еще выгоднее. Стыдно. Не умею, помилуйте. У меня племянницы взрослые, с образованием девушки. Очень хорошие, честные, порядочные. Даю вам благородное слово. Дина задумалась. Вообще, хотелось бы кончить все это. Пора. Двадцать лет бьюсь, как пан Марик. Мычется по пеклу. Шутка сказать. Мне пятьдесят лет. Я старуха. Мне бы внучат качать, чтобы бабушкой у меня звали. А вот она. Жизнь-то моя, покой мой. Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку. Только и заслужила. Да, завидовать нечему. А если б вы знали, сколько других беспокойств. Дина даже рукою махнула. Всякий-то норовит отщепнуть у тебя кусок себе. Со всяким-то делись. От всякого-то бойся до носа. Получишь, дорогой, фартовый товар. Думаешь, вот наживу сто нас-то. Куда там? Не тут-то было. Как начнут рвать направо-налево подлипалы всякие? Благодари Бога, если останется в твою пользу двадцать процентов. А остальное так вот все само в руках твоих зримо и растает. Не будь у меня племянниц бедных, давно бы бросила. Племянницам хочется хорошее преданное дать. Вот нет ли у вас женишка? Засмеялась она. Я ответил ей в тон. Как не быть, у вас товар у нас купец. Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно. Помногу ли сулите? Да уж куда ни шло. По большой красненькой на каждую расшибусь. По десяти тысяч? Ого! А для хорошего человека, если с ручательством, что верный, не обидчик пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить. Дина! Да ведь у вас их с руками оторвут. По нынешним временам ваши племянницы клад. Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему, да. Награжу всех, выдам устрою и забастую. Мне, старухе, много не надо. Сохраню себе малый кусок, а вось буду сыта. По монастырям поди, станете ездить, грехи замаливать. Дина сжала губы. Не очень-то я, знаете, не охотница, нет. Просто на покой хочу. Ну, буду у племянниц гостить, от одной к другой ездить. Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают. Дина — контрабандистка настоящая. Но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды, мнимой, притворной. Таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда и та стала жертвою фальсификации. Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, не похожими на этикеты обычных ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда не годным месивом, а то вдруг случайно выпадает нектар. В последнем случае вы, конечно, интересуетесь, где вы достаете такую прелесть? Хозяева улыбаются таинственно. Это секрет. В настоящее время уже секрет Полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, улечен, выведен на свежую воду и, кажется, даже побывал под судом. К вам является неопределенное существо женского пола, полудама-полубаба. Что вам? Существо оглядывается с видом заговорщицы, дельцы к вам в особенную поговорить хотелось бы. Лиза, выйдете, ну-с? Наслышано мы, что у вас бывает много гостей. Случается, так что же? Стало быть, вина у вас много идет. В магазинах берете? Дорого оно в магазинах-то, да и нехорошее. Чистого вина ночь и днем с огнем не найдешь в магазинах, либо надо платить бешеные деньги. Совершенно верно. Дальше. Хочу вам предложить. Не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов вина. За чистоту, качество ручаюсь, если не понравится, хоть и денег не платите. А как дороги? Порублю бутылка огулом. Какие марки? Баба-дама называет очень высокие заграничные вина. Шамбертен, мутон-ротшильд. Ну, голубушка, рекомендуете вы ей? Проваливайте, откуда пришли, и благодарите Бога, что я не зову полицию. Порублю за бутылку продавать мутон-ротшильд? Нет, в состоянии только вор. Очевидно, вина ваши краденые. Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает, никак нет. Как можно, чтобы краденые? Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве. Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте? А это вина, которые остаются из погребного отпуска на придворные обеды, которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуги. Официанты делят вино между собою, а я у них скупаю и перепродаю. Вот и весь секрет, какое наше венцо выходит. И, стало быть, ничего в нем запретного нет, и совсем незачем вам беспокоить полицию. Если так, вы заинтересованы. Хорошо, принесите на пробу несколько бутылок. Вино действительно превосходное. Благодетельница, волоките еще с удовольствием, но только, извините, могу доставить лишь большую партией. Бутылок эдак в двести, не меньше. Ой, куда мне, сударь? Сами извольте рассуждать. По рублю за бутылку беру. По мелочам продавать не стоит им ораться. На извозчиков почитай. Столько же проездишь. Да на машину, ведь мы петерговские. А у вас венцо разойдется. Чего в доме не выпьют, с великую радостью разберут знакомые. И то правда хорошо. Доставьте двести бутылок. Двести бутылок принесены. А они совершенно той же формы и с теми же этикетками, что пробные. Деньги заплачены. Продавщица исчезла. Вы хвалитесь приятелю. Вот попотчую тебя венцом. Слово даю. Такого ты еще не пробовал. Приятель пьет и делает страшную гримасу. Брррр, уж именно что еще не пробовал. Кто тебя наградил эту бурдою? Пьете? Ужас, что такое. И сусло, и уксус, и сивуха. Должно быть испорченная бутылка, плохая пробка. Откроем другую. Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую. Все будет скандал, фуксин, жженый сахар, слегка заправленный плохим лофитом или кагором для запаха. Месиво, гнуснейшее и на вкус, и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере, один небезызвестный журналист, рискнув, по ненасытности утробы своей, опорожнить бутылку такого вина, едва не отдал Богу душу. Ясно, конечно, что вино это никогда не видало, не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов. Мошенничество это рассчитано на, так сказать, психологию молвы. Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах действительно существует в Петербурге, и, кажется, вина действительно дарятся прислуги, и та действительно продает их в свою пользу. Но, конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы – легенду о товаре и карикатуру на товар. Ну а первое – это вино. Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. Три-четыре бутылки хорошего вина приобретаются промышленницею рублей за двенадцать. Остальные расходы производства – рублей на пять бурды для наполнения бутылок, да около восьми копеек с бутылки за посуду со всею укупоркою. Следовательно, рублей за двадцать пять приготовляется вся приобретаемая вами партия. Вы платите двести рублей, барыш – сто семьдесят пять. Кажется, недурно. Но, скажет читатель, принимая вино, вы можете попробовать его вторично. А на сей случай в корзине или подвешенной под юбками продавщицы имеются в запасе две-три бутылки хорошего вина, которые и будут ловко подсунуты вам, как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщице не жаль угостить вас на прощание венцом порядочным, а затем для нее главное поскорее выбраться из вашей квартиры и, по возможности, не повстречаться потом с вами на улице. А, впрочем, если повстречается, то что за беда? Какую ты мне бурду продала, чертова кукла? Окреститесь, батюшка. Никогда я вам ничего не продавала. Впервые вас в глаза вижу, а за чертову куклу ответите. Не в бессудной стране живем. Господа прохожие, господин городовой, будьте добры прислушаться. «На заре». Примечание. Рассказ, написан в 1889 году, был включен в сборники «Случайные рассказы», «На заре» и другие рассказы, Берлин, 1922 год. Печатается по изданию «Амфитеатров», «Бабы и дамы» между сословной парой Санкт-Петербург, 1911 год. Гелиос. Греческая мифология. Бог солнца. Дарья Ивановна Кирибеева не спит, хотя уже далеко за полночь и в открытые окна давно дышит прохладой и сыростью предрассветный ветерок свежими бодрящими струями, наплывая в темную душную ночь с большой горной реки, с шумом и грохотом, держащие через город свой путь к морю. Господствующие над городом горы чуть видны во мраке, но на востоке их линия выступает яснее, и небо над нею подернуто мутными белесоватыми полосами, предвестниками близкой зари, так хорошо знакомыми Дарьей Ивановне. Она уже забыла, когда спала ночи. Уложив с вечера детей в постели и сама прикорнув возле них, она дремлет час-другой, чутко вздрагивая от малейшего шороха в доме, постоянно готовая открыть глаза. Едва сон становится крепче, Дарью Иванну начинает душить кошмар. Она просыпается под впечатлением какого-нибудь страшного введения в холодном поту с усиленно бьющимся от испуга сердцем и уже не в состоянии вторично сомкнуть ресницы. Она встает с постели, уходит из детской, зажигает в гостиной свечи и до зари бродит, как привидение по своей маленькой квартире, волоча за собой концы длинной, накинутой на голые плечи шали и шлепая надетыми на босую ногу туфлями без задков. Подойдет к фотографиям, развешанным в гостиной, над диваном, пересмотрит в тысячный раз их знакомые лица, развернет попавшуюся под руки книгу, прочтет три строки, зевнет и бросит. Усядется писать письма, начнет «милостивый государь» или «многоуважаемая», задумается и оставит перо. Заглянет в буфет, машинально возьмет и съест что-нибудь оставшееся от ужина. Найдет карты, пасьянс раскладывает. Скучно. Нет мочи ни спать, ни работать, ни развлечь себя. Лицо горит, в голове пустота, вместо мыслей какая-то стукотня в виски, досадная, утомительная, бестолковая. Ночь надоедает страшно. Уличный мрак, глядясь в окна, пугает воображение, вгоняет в тоску. Дарья Ивановна ждет, не дождется, пока над черным силуэтом далекого крутого холма не покажется сперва слабо мерцающее сияние, а потом не выступит громадная светло-зеленая звезда. Это Венера. Венера. Вышла она, значит, скоро и утро. К бессоннице Дарьи Ивановны домашние относятся довольно невнимательно. Привыкли. История тянется пятый год. Прежде ее жалели, беспокоились о ней, теперь перестали. Что ж, ведь она в сущности всем здоровая женщина, полная, крепкая. От бессонницы не изводится и не худеет, день деньской шьет, учит младших детишек, распоряжается по хозяйству и, на взгляд, не особенно устает к вечеру. Правда, цвет лица у нее в последнее время стал каким-то бурым, землистым, и уж слишком много морщинок побежало от глаз к вискам и на щеки. Но, с другой стороны, нельзя же век цвести розою. Дарье Ивановне тридцать шесть лет, у нее семеро ребят. Все в доме, кому надо рано вставать, поручают будить их Дарье Ивановне. В шесть часов она стучит в дверь коморки, где спит ее старший сын, восьмиклассник-гимназист. «Сережа, вставай!» Через полчаса Сережа приходит в столовую, умытый, одетый, но заспанный, зевая во весь рот. «Ты, мамаша, опять не спала?» — всегда спрашивает он с равнодушным удивлением. Так только для приличия, ради соблюдения формы. «Нет, когда же я сплю? Черт знает, что такое. Ты бы хоть к доктору сходила, что ли. Не помогают мне доктора. Вон хлоралгидрат. Глотаю никакой пользы. Не опиум же принимать. Все-таки следует посоветоваться. Нельзя же так. Ты посмотри, какие у тебя глаза». Глаза у Дарьи Иваны по утрам действительно бывают очень нехороши, и она не любит видеть себя в зеркале после бессонницы, и потому что она находила себя некрасивой. Об этом она пять лет вдова, стареющаяся, увядающая женщина, трудящаяся мать разоренного семейства, не имеет ни охоты, ни времени думать. Но ей всякий раз кажется, будто в стекле отражается не ее лицо, а чье-то чужое, странное, нервное, с затаенным раздражением в каждой черточке и с чем-то тупым и неприятным в расширенных зрачках усталых глаз. Дарьи Ивановне представляется в такие минуты, что она похожа на сумасшедшую. Помешательства же она боится больше всего на свете с тех пор, как оно предсказано ей одним знаменитым медиком. Глядя на светлеющий восток, Дарья Ивановна вспомнила, что младшие дочки, семилетняя Соня и шестилетняя Лиза, умоляли ее вечером поднять их на заре. Зачем бишь? Да, русачка-няня, — уверила девочек, будто завтра солнышко весну красну встречает и с радостью играет на восходе разными цветами. Детям захотелось посмотреть, как это бывает. Дарья Ивановна усмехнулась. Она сама когда-то, живучи на своем глухом черниговском хуторе, из года в год собиралась наблюдать эту сказочную игру солнца и всякий раз просыпала зарю. Но однажды, уже не ребенком, а восемнадцатилетней красивой девушкой, она встала вовремя на рассвете. Вставни ее спальни сильно постучали, и, преодолев сон, она наскоро оделась, как попало, и выбежала на крыльцо, дрожа от утреннего холода и вся горя счастливым молодым румянцем. На крыльце ее ожидал молодой сосед, техник с ближнего рафинадного завода. Он был в кожаной морской куртке и высоких сапогах. С его картуза стекали дождевые капли. «Эк, погодка-то!» — встретил он Дарью Ивановну. «И дождь, и снег, и черт, и дьявол! Небо серое, хоть солдатом нашинели его перекроить. Солнышко нынче надуло нас с вами основательно». «Ничего», — весело ответила Дарья Ивановна, садясь на перила крыльца. «Тучи еще могут разойтись. Блажен, кто верует. А я думал, что вы, услыхав, что дождь барабанит по крыше, встать не захотите. Вот хорошо. Как же это, если я дала вам слово вчера вечером? Я никогда не лгу. Ну, пока солнце не показалось, извольте говорить что-нибудь. Развлекайте меня, занимайте». «Хорошо-с. Только вот мы с вами сейчас одни, так я воспользуюсь случаем. И лучше, чем переливать из пустого в порожнее, скажу вам серьезное слово. Вы, Даня, знаете, что я вас люблю?» Дарья Ивановна испуганно взглянула на него, потом потупилась. «Знаю», — робко сказала она, наконец. «А замуж за меня пойдете?» «Пойду», — послышался тихий ответ после еще длиннейшей паузы. Молодой человек радостно вскрикнул, схватил девушку в объятие, поднял на свою широкую грудь и начал целовать. У нее дух захватило, ей было и стыдно, и хорошо, а счастье так много нахлынуло в душу, что оно и улыбкой засияло на покрасневшем, как мак лице, и слезами излилось из умиленных глаз. Началась та быстрая и живая болтовня, такая глупая и пустая для постороннего уха, такая многозначительная для самих влюбленных, на которую способны только очень молодые люди с сильным, свежим, искренним и откровенным чувством. Дождь перестал, но тучи по-прежнему висели на небе, хотя кое-где между переливами их темно-серого фона проступили румяные пятна отблески пылавшей под облачным покровом невидимки зари. — Вот и напрасно ты говорил, что солнце не будет играть, — говорила Дарья Ивановна своему жениху. — Видишь, какая прелесть, видишь? Я такого чудного утра не запомню. — Посмотри, что делается на небе. Вон там, на облаке, словно красный зверь какой-нибудь протянул лапы. Там совсем Аравия вышла, будто ее с картой сняли. Ах, как хорошо, красиво, весело! Жених любовался ею. — Это Даня не солнце играет, — улыбаясь, заметил он. — Это, фантазерка ты моя, в нас с тобой разгулялась молодая жизнь, любовь, наше счастье, оттого так и хорошо, и красиво, и весело. Но она зажала ему рот рукою. — Неправда! Солнце! 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 — со смехом твердила она. Дарья Ивановна вздохнула, как, однако, давно это было, и как много воды утекло с того счастливого утра, словно весь мир переменился, другой край, другие люди кругом, другие обстоятельства переживаются, и она совсем другая. Дарья Ивановна равнодушно посмотрела на свою увядшую грудь, на потемневшие плечи, где-то Даня, хорошенькая, свежая, беззаботная, которую за смех и песни все знакомые звали попрыгуньей стрекозой. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза, с горькой улыбкой подумала Дарья Ивановна. Ах, как резко и рано изменила ей жизнь и обратила ее в нуль ни молодости, ни здоровья, ни денег. Любовь была, муж уже вот пять лет лежит в могиле там, возле белой церкви, на высокой длинной горе, похожей на тушу допотопного чудовища, которому поручено охранять своей богатырскую мощью сокровище, расположенного у ног его города. С того-то времени и начались для Дарьи Ивановны эти бессонные ночи, эта жизнь ночного привидения. Тогда-то и появился у нее загадочный притупленный взгляд, полный угрозою близкого безумия. А ведь странно, когда муж умер, Дарья Ивановна не казалась слишком пораженную, довольно спокойно распоряжалась похоронами, почти не плакала и не то чтобы сдерживалась, нет, просто не хотела плакать. Только голова у нее все время некрасиво тряслась, и отчего-то холодно ей было, несмотря на жаркую пору. И ее сильно смущало и раздражало, что она ни в силах не согреться, ни остановить этого непроизвольного дрожания головы. Впоследствии Дарья Ивановна не слишком часто вспоминала покойного мужа так, чтобы сосредоточить на его памяти все свои мысли, но ей не раз казалось, что со времени его смерти она чуть ли не совсем потеряла способность внимательно думать, подолгу останавливаться на одном и том же предмете и очень плохо запоминает текущую жизнь. Все, по-видимому, идет в порядке. Дарья Ивановна и мать образцовая, и хозяйка отличная, и женщина честная, семья ее растет, развивается, кругом, ключом кипит детский, юный быт. Но ей как-то безинтересно все это. Она и обязанности свои выполняет, и в семейных радостях и волнениях участвует поверхностно, по привычке, машинально, и потому лишь, что так надо, втайне ко всему равнодушная, почти холодная. Мертвая среди живых, сказала про себя Дарья Ивановна, покачала головой и, слабо махнув рукой, села на подоконник. Утро вставало великолепное, небо позеленело, светлое и прозрачное, как аквамарин. За хребтом высокой восточной горы, откуда надо было ждать солнца, висело сизое облако, и на его поле ярко обозначились пять расходящихся толстых полос белого света, точно спиц и колес в повозке Гелиоса, готового помчать в мировое пространство своих огнедышащих коней. Разбуженные светом мелкие тучки сорвались с уступов, дававших им ночной приют, и то румяные, то золотые быстро поплыли в разброд над долиною, где еще царили длинные черные тени, властно покрывая сонный город и мутную строптивую реку. Но вот косой луч ударил откуда-то в высокую жестяную крышу большой церкви, разбился на ней в миллионы искр, и гигантским зайчиком, перепрыгнув через широкую, обсаженную деревьями улицу, заиграл на окнах противоположных зданий. За этим лучом, как за первым солдатом, ворвавшимся в неприятельскую крепость, посыпались в город другие лучи, улицы переполнились блеском выкатившегося на гору солнца и стали просыпаться под веселый птичий крик. Дарья Ивановна смотрела на сияющее утро, дышала его воздухом, но как будто не видала его, не замечала, что творится в природе. Ей было не до утра и не до торжествующего солнца. Мысль ее ушла в далекое прошлое и утонула в нем. За дверью послышался топот детских ножек, и в комнату вбежали Соня и Лиза, босые в одних рубашонках с нерасчесанными головками. Они протирали кулачками слепающиеся глаза. «Что же это, мамочка?» — чуть не плачали, питали они. «Мы проспали. Зачем же ты не разбудила нас смотреть, как солнышко играет? Мы так тебя просили. Какая ты недобрая!» Дарья Ивановна посмотрела на них с недоумением, словно тоже с просонья. «Ах, да, солнышко!» — тихо сказала она с жалкой улыбкой. «Оно не играло сегодня, дети. Да, кажется, и никогда уж больше не будет играть». И, не слушая детской жалобной воркотни, понурой медленно побрела в кухню сказать кухарке, чтобы та поскорее ставила самовар. История одного сумасшествия. Примечание. Этюд к фантастическому роману «Жар цвет», 1895 год. Печатается по изданию амфитеатров «Сказочные были», «Старое в новом», «Санкт-Петербург», 1904 год. Корфу. Остров в Ионическом море. Лоэн Грин. Опера немецкого композитора Рихарда Вагнера, 1848 год. Люэтическое от слова «Люэсс сифилис». Ермолова Мария Николаевна, 1853-1928 годы. Великая драматическая актриса. Кружок оккультистов. Оккультизм – учение, признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных для людей, проведших определенную психическую подготовку и овладевших тайным знанием. В конце XIX века в России оккультизм привлекал внимание художественной интеллигенции. Им интересовались в частности Брюсов, Волошин. Элифас Леви. Французский оккультист, автор книги «История магии и других трудов по тайным наукам». Ламия. Греческая мифология. Коварная женщина-вампир. Эмпуза. Греческая мифология. Ночной демон. Часто являлся в виде прекрасной женщины и душил своих возлюбленных. Филострат. Вторая половина III века. Автор религиозно-философского романа «Жизнь Аполлония Тианского», посвященного знаменитому чудотворцу I века, неопифагорийцу Аполлонию. Эрмитаж. Знаменитый московский ресторан. В маленьком красивом театре города Корфу ставили для открытия сезона Вагнерова Лоенгрина. Торжество премьеры собрало на спектакль весь местный свет. Корфиотов, постоянных и временных здоровых островитян и болеющих иностранцев. Впрочем, не всех болеющих. В первом ряду кресел прямо позади капельмейстерского места сидели два господина столь цветущего вида, что на них в антрактах оперы с любопытством обращались бинокли почти из всех лож. Особенно нравился младший из двух. Огромный широкоплечий блондин с пышными волнами волос, зачесных назад, без пробора, над добродушным открытым лицом, с которого застенчиво и близоруко смотрели добрые и серо-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца. Сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии Алексей Леонидович Дебрянский. Сосед его тоже русский, темно-русый, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жижесложением, зато брал верх над соотечественником смелую свободу и изяществом осанки, чего москвичу сильно не хватало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русского, скорее эффектное, чем красивое, оживлялось быстрыми карими глазами, умными и проницательными на редкость. Видно было, что обладатель их тертый калач, бывалый и навозу и подвозом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать лучше и не браться. Наружность интересного господина соответствовала репутации, которая окружала его имя. Это был граф Валерий Гичевский, знаменитый путешественник и всесветный искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних мудрец, для других опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга. Валерий Гичевский Иностранствовал не совсем по доброй воле. Врачи предписали ему провести по крайней мере год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами в качестве знатного иностранца и не хотел, и не мог. Что он болен? Дебрянский по выезде из Москвы никому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя, соответственно, праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развивалась на весьма необыкновенной почве. Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша первопрестольная психоз Петрова, возникнув на люэтической подготовке, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного. У него завязался любопытный роман с одной опереточной певицею, настолько серьезной, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов. Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт. А покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился, подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова Анна Перфильевна услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали двери и в рабочем кабинете Петрова на ковре нашли Анну мертвую с раздробленным черепом. Она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка «Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как во время одной блестящей своей защиты в провинции он сманил эту несчастную, простую, перемышленскую мещанку, что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было, как видно, перед смертью, но не конченную. Что ж, женитесь, женитесь, а я вас не оставлю, писала покойная, и больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросала кляксы. Петрову не хотелось расставаться с квартирую, хотя и омраченную страшным происшествием. Его связывал долгосрочный контракт с крупную неустойкою, однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал, жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив напомин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете, и вот видит он во сне. Вошла Анна, живая и здоровая, только бледная очень и холодная, как лед, села к нему на колени, как бывало при жизни, и говорит своим тихим, спокойным голосом, «Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь, только я вас не оставлю, не оставлю». И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль, «Что же я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая!» И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся весь в поту, с головою тяжелую, как свинец, от трудного похмелья и в отвратительнейшем настроении духа. На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва прошла. Потом вдруг, заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом также неожиданно явился к ней позднюю ночью, дикий, безобразный, но не пьяный, и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру, суеверная, как большинство актрис, поехала в Грузины к знаменитой цыганке-гадалке, спросить насчет своей судьбы в будущем браке. Вернулась в слезах. «В чем дело? Что она вам сказала?» — спрашивал невесту встревоженный жених. Та долго отнекивалась, говорила, что глупости, наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала свадьбы не бывать, а если и станется на горе твое, он не твой, промежду вас мертвым духом тянет. Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову, потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим шипящим голосом произнес «Пронюха ли?». Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видала. В дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговеяно безмолвствовал. На эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова, эта величайшая трагическая актриса русской сцены, и со свойственной ей могучей экспрессией читала «Каринфскую невесту Гёте» в переводе Алексея Толстого. Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мёртвой невесты вампира. «И покончив с ним, я пойду к другим, я должна идти за жизнью вновь!» За колоннами раздался захлёбывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь как пьяный, сбивая с ног встречных, бросился бежать из зала среди общих криков и смятения. Это был Петров. У выхода полицейский остановил его, он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру безумие его выразилось столь ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном буйном периоде бреда-преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжаются те же ласки, те же отношения, что при жизни, и он не в силах сбросить с себя иго страшной посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петровой сошло, и он стал умирать, медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, что в порядке вещей. Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову, он был человеком редкого равновесия физического и нравственного, отличного здоровья, безупречной наследственности, звезд с неба не хватал, но и в недалеких умом не числился, в образцы добродетелей не стремился, но и в пороки не вдавался. Словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа, на холостом положении, завидного жениха и, впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить чересчур уж дико, большинство приятелей и собутыльников стали избегать его, что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом. Наоборот, Дебрянский, вовсе не бывший с ним близок до того времени, теперь, чувствуя, что с этим одиноким нелепым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его. Продолжал свои посещения и впоследствии в лечебнице. Петров его любил, легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. Настоящего сумасшедшего он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом. «А не боитесь вы расстроить этими упражнениями свои собственные нервы?» спросил его ординатор лечебницы Степан Кузьмич Придильников, на чьем попечении находился Петров. Дебрянский только рассмеялся в ответ. «Ну вот еще. Я, как себя помню, даже не чувствовал ни разу, что у меня есть нервы. Хоть бы узнать, что за нервы такие бывают». В дополнение к своим визитам в лечебницу Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу Дебрянского сыновья Радолин и компани. Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха и приключалось в нем больше флирта, чем таинственностей. Но Дебрянского, как неофита, для первого же появления в кружке нагрузили сочинениями Элифаса Левии и прочих мистологов девятнадцатого века, которые он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив их чертовщину свою память и расстроив воображение. Однажды он рассказал своим коллегам-оккультистам про сумасшествие Петрова. «О!» — возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. «О!» «Почему же сумасшедший?» «Сумасшествие?» «Хе-хе!» «Разве это новый случай?» «Он стар, как мир!» «Ваш друг не безумнее нас с вами, но он действительно болен, ужасно, смертельно, безнадежно. Это Анна, просто ламия, эмпуза», говоря языком древней демонологии. «И вот и все. Прочтите филострата. Он описал, как Аполлоний Тианский, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте ламию, заклял ее, заставил исчезнуть, и тем спас жениха от верной гибели. Вот! Ваш Петров во власти ламии, поверьте мне, а не безумный, нисколько не безумный. Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое бабье лицо с бесцветными глазами и думал, «Посадить твое превосходительство с другом моим, Василием Яковлевичем, в одну камеру, то-то вышли бы вы два сапога пара». «Смотрите, Алексей Леонидович!» со смехом смешалась хозяйка дома. «Берегитесь, чтобы эта ламия, или как ее там зовут, не набросилась на вас. Они ведь не насытные». «Если бы я была ламией, перебила другая бойкая баронька, я бы ни за что не стала ходить к Петрову. Он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый. Нет, я полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого. Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же на лицо прекрасный Дебрянский, это непростительно. У этой глупой ламии нет никакого вкуса». Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а, напротив, шевелили где-то в глубоком уголке души новое для него жуткое суеверное чувство. Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жали тяжко, и смешно его слушать. Жали тяжко, потому что говорил он о галлюцинации ужасного, сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно, да переточного смешно, потому что тон его при этом был самый будничный, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может. «Я поссорился вчера с Анну, начисто поссорился», — ораторствовал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк при открытой визитке. «За что же, Василий Яковлевич?» — спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому. «За то, что неряха, знаете, эти русские наши церлины, сколько ни дрессируй, все от них деревенщиной отдает, хоть в семи водах мой. Приходит вчера шляпу сняла, проводим время честь-честью, целуемся, глядь, у нее тут вот за ухом все красное-красное, матушка, что это у тебя? Кровь! Какая кровь? Как какая? Разве ты позабыл? Ведь я же застрелилась. Ну, тут я вышла с себя, и, ну, ее отчитывать. Всему, говорю, есть границы. Какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко. Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь. Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь, словом... Жучил ее, жучил часа полтора, но она молчит, знает, что виновата. Она ведь и жива эта была. Молчаливая! Протянул он с внезапною тоскою. Крикнешь на нее, бывало, молчит. Все молчит, все молчит. Вот тоже, оживляясь, продолжал он, сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какую-то. Каждый день говорю ей, что за безобразие, извиняется. Это от земли, от могилы. Опять я скажу, какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми, апопонакс, крилопсис есть. Хорошие запахи. Пойди в магазин к Брокару там или Сиу каком-нибудь и купи. А она мне на это дуретка. Представьте себе, да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят. Мертвенькая ведь я. Вот и толкуюсь с нею. В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором. Ну, вас, господа, к черту, посидели и будет, суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь перед воображаемым зеркалом. Она сейчас придет, не до вас нам теперь. Я уж чувствую, вот она на крыльцо теперь вошла. Ступайте, ступайте, милые гости, хозяева вас не задерживают. Ну, удачи вам во всем, засмеялся ординатор. Вы хоть бы когда-нибудь показали нам ее, Василий Яковлевич, а? Да, дурака нашли, серьезно отозвался Петров. Нет, батюшка, я рогов носить не желаю, а впрочем, переменил он тон, Вы, наверное, встретите ее в коридоре. Ха-ха, только не отбивать, только не отбивать. И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому. На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел следом за Придельниковым, потупив голову в глубоком раздумье, а ординатор ворчал, озабочно нюхая воздух. Опять эти идолы сторожа открыли форточку во двор. Черт знает, что за двор! Малярийная отрава какая-то, и холод его не берет. Чувствуете, какая миазматическая сырость? В самом деле, Дебрянского пронизала до костей холодную, влажную струею затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич с ловкостью кошки вскочил на высокий подоконник и, собственноручно, захлопнул преступную форточку, с сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности. Нечего сказать в славном месте, держим лечебницу. Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькую, бледную. Глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал «Здравствуйте, голубушка», и прошел. Вдруг он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского, обернулся и увидал, что тот стоит белый, как мел, бессильно прислоняясь к стене и держится рукою за сердце, дико глядя в спину только что прошедшей дамы. «Вам дурно, припадок?» бросился к нему врач. «Это что же?» пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем след незнакомки. «Как что?» «Наша Костелянша» Софьи Ивановна Круг. Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости. «Нет, доктор, вы и правы. Надо мне перестать бывать у вас в лечебнице. Тут нехоти, с ума сойдешь. Этот Петров так меня настроил, — Да нет, я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось. Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана и весь мистический бред, которым было отравился. Ну и от них голова кругом идет. — Ах, изменник! — засмеялась Радолина. — Ну а что ваш интересный друг и его прекрасная Ламия? — Влюблена она уже в вас или нет? — Типун бы вам на язык с неожиданно искреннюю досадою, возразил Алексей Леонидович. Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запискою от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какие распоряжения по делам. — Торопитесь, — писал врач. — Это последняя вспышка. Затем наступит полное отупение. Он накануне смерти. Дебрянский отправился в лечебницу пешком. Она отстояла недалеко, захватив с собою посланного солдата. Это был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного замкнутого мерка лечебницы, настоящую королевую которой, по интимным отношениям к повечителю учреждения, оказывалась Костелянша, та самая Софь Ивановна Круг, что встретилась недавно Дебрянскому с ординатором в коридоре у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с эту особою. Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает. Солдат защищал врачей, ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя. И что он в ней в нем келесного для себя нашел? Никакой барственной деликатности. Рыжая, толстая, одно слово, слон персидский. Алексея Леонидовича словно ударили. «Что?» — протянул он, приостанавливаясь на ходу. «Ты говоришь, она рыжая, толстая?» «Так точно-с! Гнедой масти, сущая кобыл Ногайская!» У Дебрянского сердце замерло, и холод по спине побежал. «Значит, они встретили тогда не Софью Ивановну круг, а кого-то другую, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал. Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?» Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата. «Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля Петрова?» Солдат сконфузился. «Что ж нам думать, мы не доктора!» «Да что доктора-то говорят, я знаю, а вот вы, служители, не приметили ли чего-нибудь особенного?» Солдат помолчал немного и потом залпом решительно выпалил. «Я, ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктор надо, а старц хорошего, чтоб потребнику отчитал». И, почтительно преклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал. «Доктора им по учености своей не верят, говорят, воображение, а только они при своей болезни правы, ходит она к ним». «Кто ходит?» — болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы. «Анна эта ихняя, застреленная-с!» «Бог знает что!» Дебрянский зашагал быстрее. «Ты видел?» — отрывисто спросил он на ходу, после короткого молчания. «Никак нет-с!» «Так, чтобы фигурую не случилось, а только имеем замечание, что ходит». «Какое же замечание?» «Да вот хоть бы намеднее». «Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору, дело к вечеру видит, лампы тускло горят, стал заправлять одну-другую, только вот откуда-то его так и пробирает, холодом, сыростью, так и обдает ровно из погреба». «Ну-ну!» — лихорадочно торопил его Дебрянский. «Пошел Карпов по коридору смотреть, где форчка открыта. Нет, все заперты». Только обернулся он и видит. У Петрова господина в номер дверь приотворилась и затворилась. И опять мимо Карпова холодом понесло. Карпову и взбрело на мысль. «А ведь это не иначе, что больной стекло высадил, добежать хочет, пошел к господину Петрову, а тот без чувствия, еле жив лежит, окно и все прочее цело. Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была, и обуял его такой страх, такой страх. От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет. «Что, — говорит, — ты мерзавец эдкий, бред не врешь. Вот я самого тебя упрячу, чтоб тебе в глазах не мерещилось». «Ему не мерещилось». «Ему не мерещилось», — с внезапным убеждением сказал Дебрянский. «Так точно, ваш высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?» Петрова Алексей Леонидович застал в постели крайне слабым, но вполне разумным. Говорил он тихим, упавшим голосом. «Вот что, брат Алексей Леонидович, — шептал он, — чувствую, что капут, разделка, ну и того. Хотел проститься, сказать нечто. «Эхе, поживем еще!» — бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной отрицательно покачал головой. «Нет, кончено. Умираю. Съела она меня, съела. Вы не гримасничайте, — Степан Кузьмич, — улыбнулся он в сторону ординатора. Это я про болезнь, говорю, съела, а не про другое что. Тот замахал руками. Да бог с вами, я и не думал. «Так вот, любезный друг, Алексей Леонидович, — продолжал Петров, — во-первых, позволь тебя поблагодарить за все участие, которое ты мне оказал в недуге моем. Один ведь не бросил меня околевать, как собаку. Ну, что там, стоит ли, — пробормотал Дебрянский. Затем уж будь благодетелем до конца. Болезнь эта так внезапно нахлынула. Дела остались неразобранными, в хаосе. Ну, клиентуру это совет распорядиться, а вот по части личного моего благосостояния просто уж ума не приложу, что делать. Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещание не могу уже сделать. Родственники оспаривать будут дееспособность и, конечно, выиграют. Между тем, хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное. Да, о чем бишь я? Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал. Так вот, завещание-то я не могу сделать, а между тем, мне бы хотелось и тебе что-нибудь оставить на память, на память, чтобы не забыл. Дрянь у меня родня, ничего не дадут. На память, чтобы не забыл, а не бедняжке. Памятник следовало бы. Мертвенькая она у меня, памятник, чтобы не забыл. Он страшно слабел и путал слова, ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукою. Защелкнуло, сказал он с досадой, теперь вы больше толку от него не добьетесь, он уже опять бредит. Больной тупо посмотрел на него. Анне Брежу, хитрой, глупо сказал он, завещание, вот что, Дебрянскому, чтобы не забыл, что Брежу? Только завещать, тю-тю, нечего, вот тебе и, чтобы не забыл, а вы Брежу, как можно? Завещание Анна съела, глупа, оно и съело. Ну и шиш тебе, Алексей Леонидович, шиш с маслом. И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом, как бы пораженный внезапной мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно, потом сказал медленно и важно, а знаешь что, Алексей Леонидович, завещаю-ка я тебе свою Анну. Угостил, улыбнулся ординатор, а Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица. Господи, Василий Яковлевич, что ты только говоришь? Больной снисходительно замахал руками. Не благодари, не благодари, не стоит. Анну тебе, твоя Анна, не-не, кончено, бери, не отнекивайся, твоя уступаю, только ты с нею строго, строго, а то она, у-у-у, какая, меня съела и тебя съест, бедовая. Чувство гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать, увидишь, что у меня вместо крови одна вода и белые шарики, как бежи их там, хоть под микроскоп. И с тобою тоже будет друг, Алексей Леонидович, с тобой, она, брат, молода, жить хочет, любить, ей нужна жизнь многих, многих. Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием. — Да что вы, шептал ему ординатор, на вас лица нету, опомнитесь, ведь это же бред сумасшедшего. А Петров лепетал. — Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? — Ты меня всего иссушила, я выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть, спокойно уйди. Она говорит, уйду, но дай мне взамен себя другого. Сказываю тебе, молода, не дожила свое и не долюбила. Ну что ж, ты приятель, мой друг, я тебе благодарен. Вот ты ее и возьми, приюти, пусть тебя любят, ты стоишь, возьми, возьми. — Уйдем. Это слишком тяжело, пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав. — Да, не весело, согласился тот. Они вышли. И, покончив с ним, я пойду к другим. Я должна, должна идти за жизнью вновь, летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова. Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку. — Степан Кузьмич, — сказал он дружеским и печальным голосом, — зачем вы мне тогда солгали? Придельников вытаращил на него глаза. Когда? — А помните, вот на этом самом месте мы встретили Софью Ивановну круг, помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок. — Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич. Ординатор пристально взглянул ему в лицо. — Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно, мягко сказал он. — Как не Софья Ивановна? Да хотите? Мы позовем ее сейчас самое, спросим. И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которую помещалась амбулаторная приемная. — Софья Ивановна, — крикнул он, отворяя еще какую-то дверь, — благоволите пожаловать сюда. Сейчас выплыла огромная казенного образца немка Аус-Рига из Риги с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком. — Вот, — показал в ее сторону всей рукою ординатор Софья Ивановна, — голубушка, вы помните, как с неделю тому назад встретили меня вот с этим господином возле номера господина Петрова? — О, я, — протянула немка голосом сырым и сдобным, — я очень помниль, потому что господин был очень блях, бледный, и я очень себе много удивлений давал, зашем такой правый господин есть так много очень блях. — Ну-с, вы слышали? — засмеялся ординатор. Дебрянский был поражен до иступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встречной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост. Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня, подумал он с тоскою. Когда им было и зачем? И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне. Извините, пожалуйста, я вот спорил со Степаном Кузьмичем, мне тогда вы показались совсем не такую. О, я из бань шел, получил он прозаический и добродушный ответ. Из бань человек всегда имеет разный лизо, и я имел лизо весьма очень разный. Глупая немка с весьма очень разным лицом, своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим легковерием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Причистинский бульвар, встретил сановника оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно, без всякого опасения, нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию. «Ох», сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую штуку сыграли с ним расстроенные нервы. «Ох, вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении, что вы имеете дело с ламией. Они ужасные, бестии, эти ламии. Могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди, да. Так что вы, молодой друг мой, несомненно, видели не эту толстомясую немку, которую, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес, но ламию, самую настоящую ламию в настоящем ее виде, а господину ординарцу она представилась немкою. Еще раз очень прошу вас, дайте мне ее адрес. На мгновение Дебрянского как бы ожгло глупости, с досадою сказал он про себя. Довольно дурить, пора взять себя в руки, что я, семидесятилетний рамолик, что ли, выживший из ума. И, расхохотавшись, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах. В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал с знакомым в Эрмитаже и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная, холостая квартирка встретила его теплом и комфортом. В спальне ласково греет, лел камин. У Дебрянского была привычка перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и в одном белье сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарил всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе. Он вспоминал только что виденную веселую оперетку с примадонную, такую же толстую, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом. Вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими. Уж не умеешь говорить по-русски, качаясь в кресле, рассуждал он незаметно засыпающим умом. Так говори по-иностранному, иностранные слова, да. Цивилизация, поэзия, абрикотин, тьфу, что это я, опамятовался он, и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом. А многие есть и образованные, продолжала качать его, не знают говорить иностранные слова, да. Цивилизация, Стэнли, апельсин, иностранные, а поэзия это особо, Вавилов музыкант, дуэт, не может выговорить, все на первый слог ударяет, образованный иностранный а не может. Дует глинки, дует Стэнли, апельсинизация, дует, дует, откуда, зачем дует, в коридоре дует, ужасно скверно, когда дует. Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком и слева, откуда дуло, он услыхал над самым своим ухом, будто кто-то греет руки, ладонь зашуршала, а ладонь. Он лениво взглянул в ту сторону, на ручке ближайшего кресла, чуть видная в багряном отблеске потухающего камина, сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку. Это та немка из лечебницы, спокойно подумал Дебрянский, ишь, как из зябла, да, дует, дует, иностранная немка с весьма очень разным лицом. Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания. Наконец она повернула к нему лицо, бледное лицо, с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь, и бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы. И раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены. «Анную звать-то меня, Аннушка я, мы перемышльские». Конец книги читала Валерия Лебедева. «Анната» «Анната» «Анна» 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 «Анна»